всем привет если у вашего фрезера упала мощность и он за искрил не стоит менять якорь или сразу его выбрасывать просто посмотрите это видео до конца и вы с легкостью сможете его починить как вы видите фрезер не набирает оборотов очень сильный искрит и все что нам нужно это найти причину поломки и устранить ее для этого мы разбираем сам фрезер и будем как бы искать ее я вам покажу в этом видео что нужно будет сделать для того чтобы фрезер заново ожить первоначально мы снимаем крышку для того чтобы добраться до щеток так как проблема может быть в них но зачастую щетки не дают такого факта как потеря мощности для того мы разбираем полностью весь корпус снимаем ручки на которой находится кнопка в принципе весь всю разборку как бы нету смысла комментировать все увидите сами что зачем снимается регулятор регулятор скорости плата для того чтобы которая регулирует ноги как бы вытягиваем сами щетку для того чтобы как бы увидеть ее износ и не раскрошилась ли она в принципе с вероятностью то что она раскрошилась небольшая мы сможем убедиться большой износ в принципе фрезер в работе был сильно перегретый был перегружен при перегревании щетки начинают больше стираться начинают забивать контакты на роторе тем самым нагревая сам ротор контакты могут быть между ними закорочены и начинается большое искрение в принципе если вы видите уже у себя большие искры на роторе без разницы какой это у вас инструмент вы используете всегда сделайте разберитесь сделайте диагностику ротору то есть это лишнего не будет то есть почистить щеточку посмотреть на в каком она качестве видите как у меня эта щетка уже как бы походила уже не один год или уже потерзали с креста большим усилием так что фрезер работал на износ он выполнял свою работу дауна купил все свои действия для разборки фрезера надо снимать станину принципе здесь направляющие штифты которые просто надо выбить принципе они всегда с легкостью убиваются единственное обратите внимание они могут иметь конусное направление либо иметь с одной стороны с одной из сторон шляпку и придется их выбивать в обратную сторону при выбивании мелких деталей обратите внимание чтобы их не растерять по дороге так и сама и дикие которые могут попасть и упасть в ненужном положении дальше в принципе все очень плотненько легко должно вытягиваться так как фрезер не используется там в уличных условиях обычно это сухое и ржавчина у него не попадает если не использовался конечно на улице так что разбираем его дальше после того как вытянули штифты просто надо аккуратно вытянуть пружину которая освобождается после вытягивания штифта и после этого небольшими движениями попытаться снять саму площадку если нет просто братика сбиваем его молоточком и как бы освобождаем доступ к ротору обычно такое вытягивается гораздо легче но в нашем варианте как получилось так и получилось штифт у которого в котором стояла пужина он с обратной стороны подклинился для того чтобы он не вылетел и вытянуть его в редких случаях получается вытягиваем отручиваем цангу которая будет нам мешать как вариант можем наметить такая сторона где было чтоб при сборке мы как бы помнили как его собрать зачастую ремонт не длится пять минут это видео если сложено и показано как за один день но ремонтировалась это течение двух дней так как были и другие работы но чтобы не забыть меточки мы поставим откручиваем в данный момент 4 саморезов которые удерживают пластиковую крышку и снимаем добираемся до ротора выбиваем аккуратненько всегда есть варианты которые что-то будет там подклиниваем видим полностью обгоревшие контакты на роторе внутри обращаем внимание на статор не подгорел ли он хотя могла и проблема быть подгорание обмотки из статора но визуально на статоре все всегда гораздо лучше видно чем на роторе в принципе оплавление на роторе нету и нам нужно будет первоначально очистить от нагара так как после того как мы очистим верхний нагар мы увидим будет нам гораздо легче увидеть какие из контактов между собой коротят которые мы в дальнейшем будем прозванивать и вычислять тот перегрев эту нагрузку которую не выдержал наш ротор и пайка которая была сделана не совсем качественно по правильному в хорошей технике профессиональной каждая обмотка после припайки к контактам ротора пластинам она замеряется по сопротивлению тем штамм обеспечивая долговечность работы любого электронного устройства в нашем же варианте это недорогой прибор и все что нам нужно сделать очистить первоначально между контактами грязь которая забилась самими щетками и которая может небольшими местами подкорачиваться между собой после того как запекается щетки они начинают подкорачивать контакты это приводит к нагреву самого ротора и зачастую вы можете увидеть как в некоторых местах может оплавиться и лак который покрыт медная проволока в принципе сейчас покажу в дальнейшем что у нас здесь но на данном первым из этапов надо просто очистить очень хорошо очистить контакты в принципе в предыдущем видео вы тоже можете посмотреть по ремонту ротора и какие нюансы бывают после того как мы очистили контакты мы берем прозвонку в виде лампочки и будем вычислять те места которые у нас подкорачивают лампочку мы даем 12 вольт то есть это напряжение не настолько большое но даст нам хороший как бы сказать прозвон чем от тестера у которого вольтаж гораздо меньше в принципе подавая 12 вольт мы иногда можем заметить вот как сейчас подгорание именно контактов контактные группы которая которую надо уже будет починить но предварительно здесь видно где где контакты были забиты грязью подкорачиваться но в основном как видите свечение лампы то есть все как говорится все контакты у нас практически пока живые из них нам надо вычислить где искать тот контакт который имел плохое сопротивление и не дает одной из обмотки нормально работать и разгонять наш фрезер до состояния нужных оборотов установленных на нем в принципе процедура не самая тяжелая после разгонки всего корпуса мы начинаем вычислять именно те контакты которые у нас не работают тем самым мы будем обнаруживать тот момент в который щеточку надо тот контакт надо будет перепаять и сделать эту группу контактов после этого после находения одного контакта мы ищем вторую и за счет напряжения мы видим где у нас подкорачивала идея скрива до после защищения зачистки самым контактом старые щетки обычно не ставится мы установим новые которые понятно первое время должны будет притираться так как они оригинал не оригинал то что должно быть и уже наша зачистка имеет определенные скажем так зубчики искры первоначально будут пока щетки не притываются но скорость он уже будет набирать второй контакт мы обнаружили теперь понимаем что вот эта группа контактов не дает нашему фейзеру скорость на которую мы рассчитываем от него то есть визуально видно что ротор не сгоревший то есть мы просто находим тот контакт который в принципе просто отпал защищаем его и подпариваем в принципе процедуру думаю вы сможете сделать сами так как обычно зачастую в сервисах никто этим не занимается за счет нерентабельности и легче поставить новый ротор и попросить с вас денег но так как замена ротора в некоторых фрезерах довольно очень дорогая то в этих вариантах люди выкидывают обычно этот фрезер либо другой инструмент обычно это либо болгарки которые перегружаются выкидывают его на полку до лучших дней вот в принципе мы нашли контакт который нам нужно просто подпаять берем мощный хороший паяльник который мог пропаять большую медную на медный контакт и говорится с помощью припоя и кислоты в принципе мы с легкостью подпаиваем хороший разогретый паяльник с легкостью подпаиваем тот контакт который нам указал указал метод тестирования в принципе даже в большом мощном паяльнике вы видите здесь разогреть и хорошо припаять тоже имеет небольшую сложность мелким паяльником мы это можем очень долго разогревать но в данный момент паяльник больше догреется и уже видно как расплавляется припой и удерживает и удерживаем как бы тот контакт припаиваем тот контакт который есть теперь у нас остался еще один контакт который нужно подпаять в принципе мы отдираем лак который нам мешает в пайке надо быть аккуратным конечно чтобы не доломать все контакты и не порвать и не оставить маленький кончик который будет проблематично нам подпаивать то есть вот эти плохие контакты они по факту сработали при максимальной нагрузке по факту они сработали как предохранитель и за счет того что тоненькая проводка а мы нагружаем флейзер больше чем его мощность у нас и выходит как бы в народе называется сгорел ротор на самом-то деле просто отгорел один либо два контакта между собой и при этом также эти контакты могут подгореть и за счет того что начинает искриться при большой нагрузке на ротор щетки разогревает его и появляется короткое замыкание на контактах все что нам остается еще раз защищаем тот кончик который визуально мы уже отковыряли от лака нанести на него кислоту для хорошей спайки и припайки в контакту и с небольшим припоем припаять этот контакт последний который из и даст возможность нашему ротору работать еще какое-то определенное время если не будем его дальше перегружать вот так такая процедура смотрим чтобы припой не закоротил с между собой соседние контакты аккуратненько все просматриваем и очищаем чтобы достовериться что у нас все чистенько и аккуратно чтобы после сборки нам не пришлось опять убедиться о том что не набирается скорость будет проводка дальше проверяем видите все работает все контакты отлично все у нас начало работать фризер скорость набирает все-таки новые должны притереть об роутер и в принципе больше есть нечего и рассказывать ставьте лайки подписывайтесь на мой канал смотрите другие мои видео всех благодарю за просмотр